я катя нагорная и я работаю аналитиком белка games чуть чуть больше представлюсь расскажу себе я занимаюсь аналитикой уже около восьми лет игровой аналитикой около четырех лет чуть поменьше и работала я с разными жанрами игры это были экономико-политические симуляторы детские игры много-много-много-много match 3 и наконец я игра работаю со своим любимым жанром с фермами потому что любимым потому потому так как с тех времен еще когда интернет был платный я очень много тратила денег на интернет потому что у меня была ферма вконтакте нужно было там доить коров вот и немножко расскажу про компанию белка games это разработчик мобильных игр основан в 2010 году ребята не забудьте нас поздравить в этом году в минске мы делаем казуальные проекты у нас есть два флагмана на данный момент это часовщик и funky bay и это почти миллион игроков ежедневно что очень здорово но мы растем развиваемся и я думаю что у нас будет скоро больше крутых проектов и чуть-чуть подробнее расскажу про свою любимую игру это funky bay так как все остальное что я буду рассказывать будет основана конкретно на этой игре и поэтому чуть-чуть подробнее funky bay это ферма с экспедиционной механикой то есть вы можете как садить грядки так и периодически уходить в экспедиции и там собирать рубить деревья и чинить дома игра уже почти два года радует игроков и уже очень долгое время входит в топ-гроссинга сша в жанре family games чем вполне радует разработчиков ну и если вы не играете в подобного рода игры сейчас самое время установить funky bay так как там вы можете и покопаться в грядочках и испечь хлеб сделать коктейли обменяться ими с друзьями при этом можно сходить в гости к друзьям ну и если вам это все надоест идти в экспедицию хотя ну как бы сейчас это сделать не очень можно и дальше я немножко введу теории о чем я вообще буду говорить все мы понимаем что не платящие игроки и платящие игроки они отличаются внутри одной игры так и в целом но при этом платящие игроки тоже бывают разные есть ребята которые заплатили один раз и продолжают играть больше не платят есть ребята которые постоянно когда сталкиваются с какой-то проблемой в игре когда нужно подождать они хотят этого они просто совершают платеж за реальные денежки и продолжают играть и поэтому в целом в игровой аналитике ты не только используя сегментацию платящих игроков по рыбам назовем их так я знаю что такие не рыбы но не важно итак в этой сегментации мы выбираем 50 процентов игроков это мальки они платят мало все зависит от вашей игры сколько они платят и при этом как бы в общем доходе их доля не очень большая но как бы она значительно далее есть дельфины это ребята которые либо на протяжении долгого времени пытались ускорить свой прогресс где-то либо у них есть понимание как платить у них есть понимание что они получат после этого и они принесли определенную сумму денег вашу игру этих ребят 40 процентов и доход от них уже более значительно чем от мальков но есть еще киты этих ребят всего 10 процентов при этом мы выделяем среди них еще один процент это супер мега киты это те ребята которые вот просто приходят и наверное даже не сталкиваются ни с какой проблемой начинают платить вашу игру собственно пользуясь такой разбивкой мы анализируем различные мы делаем анализ различных вопросов и решаем различные задачи стоит кстати отметить что наша команда саппорта пользуется этой разбивкой и у них расставлены приоритеты для ответа на заявки от китов до неплатящих игроков но также стоит отметить что если вы акцентируете свое внимание только на китах ребята помните что один ушедший кит а если это супер кит то вы потеряете проценты своего дохода поэтому стоит наращивать все таки больше дельфинов и уже из дельфинов можно будет получить кита в дальнейшем и не забывать про мальков также не забывать про неплатящих любой неплатящий игрок в любой момент может заплатить помните об этом также и дальше я расскажу три задачи на примере которых мы использовали сегментирование и как это нам помогло какие у нас есть выводы некоторые задачи уже внесли изменения в нашу игру некоторые сейчас в процессе а некоторые мы планируем в дальнейшем что-то менять чем-то экспериментировать первая логическая задача это изучение первой платежной сессии то есть когда-то мы уже делали анализ именно первого платежа но есть такое недопонимание что игроки делают до платежа что они делают после и поэтому мы решили проанализировать его поведение игрока в первой платежной сессии примерно так задача выглядит довольно объемный поэтому решили разбить все таки на три части что делал игрок до покупки что делал игрок что игрок купил конкретно что за сколько когда и что игрок делал после совершения покупки что мы делали в итоге мы проанализировали поведение игрока до совершения покупки а именно мы посмотрели где он находится в игре по квестам по уровням по локации на ферме находился в экспедициях куда он тратил свои ресурсы и какой баланс у него был на тот момент далее мы еще раз проанализировали конкретно покупку то есть что купил что было в покупке за сколько купил на каком уровне купил какой квест у него был в ферме либо в локации он только в экспедиции и сколько дней прошло там с момента установки мы это все 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 разложили и дальше изучали конкретно на что игрок потратил приобретенные ресурсы это первое а второе как изменилась как изменился его прогресс получил ли он то чего хотел завершил ли он свой квест продвинулся ли он по экспедиции каким-то образом ну или в принципе получил ли у вас свой положительный опыт и все это как я уже говорила разбивали по рыбам по сегментам в итоге какие точки роста мы обнаружены первое довольно таки интересная штука в игре есть стартер паки они почти везде есть вот у нас они есть на ферме и в экспедиции так вот мы они были в каких-то местах сейчас точно знаем куда их стоит поставить найдены точки где игроки конвертится в первый платеж и куда им стоит предлагать этот стартер пак далее мы определили оптимальное время первого платежа для каждого сегмента это важно далее определили цену первого платежа выявили оптимальное наполнение первой покупки здесь стоит сказать что вот эта история уже в принципе покрыта так как мы изменили банк добавили туда бандлы и в этих бандлах по сути есть все то что игрока игроки покупают после на что игроки тратят ресурсы после совершения первой покупки по сути совершая первую покупку они уже получают то что хотели вот и как я уже говорила по сегментам все это делали и мы нашли выявили что между мальками китами но разница существенная дельфины где-то посередине поэтому сейчас мы планируем ряд экспериментов для того чтобы проверить как мы можем уже на моменте первого платежа определить кто у нас будет кит или малек и предлагать ему различные офферы стартер паки вот с этой задачей у меня все я перейду к следующей следующая задача стояла так нам нужно было повысить платежную активность игроков которые уже платили ну и соответственно увеличить конверсию в предыдущие платежи конверсия не так уж и плоха но есть куда расти следовательно для решения этой задачи мы выбрали какой инструмент как rfm анализ если кто не знает я чуть-чуть расскажу теории rfm анализ это распределение игроков по трем критериям критерий давности платежа количество платежей и монетизационный критерий некоторые в монетизационный критерий выделяют средний чек который был у игрока мы же разбили по сегментам рыб собственно поэтому был у нас план создать таблицу если что rfm задача рфм анализа решается не только таблицы есть множество графиков которые можно использовать также для решения этой задачи но я выбрала таблицу так как она проще и с ней проще потом работать ну и из таблицы просто выдергиваются сегменты с которыми нужно можно и нужно работать далее просто пример таблицы из интернета чтобы понимали вот у нас правом верхнем углу это активно активно платящие ребята скорее всего это супер киты которые платят много платят часто и вот прям вчера либо сегодня платили и противоположная им история это ребят которых нельзя потерять это те же супер киты но по какой-то причине они перестали платить и здесь хотелось бы их не потерять для того чтобы сохранить свои доходы ну как бы здесь есть еще сегменты те которые уже уже не платят уже потерян для нас те кто спят те кто только-только новые и для них для каждых из них нужно находить свои подходы собственно мы сделали эту таблицу определили сегмент игроков с которыми можно и нужно дальше работать и какие точки роста здесь были мы определили что мы будем делать специальные офферы для возврата платежной активности китов и дельфинов которые ушли недалеко которые платили допустим 7 дней назад они еще в игре и их еще можно вернуть в платежную активность также не забываем про мальков это ребята которые могут и будут расти если если правильно к ним подойти вот и мы также планируем делать специальные офферы для мальков причем как для новых игроков которые вот только пришли так и для игроков которые уже когда-то совершили свой первый платеж но почему-то сейчас не хотят платить и еще мы планируем возвращать китов которые совсем ушли через маркетинг здесь здесь по этой задаче тоже все перейду к следующей она уже такая грустная мы знаем что анализировать стоит играющих игроков но чтобы понять почему игроки ушли нужно анализировать ушедших игроков и следовательно для того чтобы снизить отток платящей аудитории да и все и в целом мы решили провести анализ ушедшей аудитории для того чтобы определить те механики которые их увлекают определить места где возможно этих механик не хватает для того чтобы сделать игрокам годные механики чтобы вовлечь их в игру и оставить их в игре что планировали делать планировали сделать просто анализ ушедших игроков платящих и определить эти механики что в итоге сделали ну во первых мы сделали анализ всех игроков неделя на платящих не платящих дальше мы выделили платящих в итоге сделали еще раз анализ определили что у нас можно починить первую сессию починили первую сессию она стала намного лучше для всех игроков стал лучше Далее мы увидели, что в лейтгейме, то есть там подальше, не хватает немножко активности для игроков. Ну, то есть у нас есть активность, у нас есть ферма, она почти бесконечная. У нас есть постоянные экспедиции, они конечные. И постоянно запускаются временные экспедиции, запускаются турниры, есть постоянно какая-то движуха в игре. Но мы выдумали, что для тех игроков, кто зашел слишком далеко, мы хотим добавить еще активности. Собственно, мы это все сделали и как бы ушли в работу, но решили отдельно посмотреть китов. Причем это были супер-киты, и причем мы смотрели конкретных игроков, и конкретно их логи, конкретно по дням. Мы смотрели, как игрок заходит, как игрок платит, с какими механиками он взаимодействует, как происходит его прогресс, что у него вообще случилось такого к моменту, когда он ушел. И здесь мы нашли интересную штуку, которая нам, я думаю, помогла. Мы сформулировали гипотезу о том, что потребление всего постоянного контента, это постоянная экспедиция у нас в игре, влияет на уход китов. Здорово. С этим нужно работать. Какие же точки роста у нас здесь случились? Мы улучшили первую сессию. Молодцы. Проверили гипотезу по потреблению постоянного контента, и она частично подтвердилась. То есть не все ушедшие платящие игроки завершили все постоянные экспедиции, но часть из них так и сделали. Поэтому сейчас мы активно дорабатываем новые постоянные экспедиции и активно меняем текущие для того, чтобы улучшить прохождение игроков по всему постоянному контенту. И, собственно, изменения мы проводим также через тесты, чтобы игроки сами подсказали нам, что же для них лучше. С этой задачей тоже все. Я перейду к кратким выводам. Они будут довольно-таки кэпские, но, ребята, сегментируйте пользователей как минимум по рыбам, как максимум. Есть очень много точек для сегментации. В каждой игре они свои, поэтому просто посмотрите на игроков, на их совершенные какие-то действия, и уже там вы можете определить, по чем можно сегментировать. Также мое, пожалуйста, не забывайте про неплатящих, не забывайте про мальков, не акцентируйте свое внимание на китах. Все игроки, которые есть в игре, они могут в какой-то момент сказать вам спасибо денежкой, поэтому не забивайте на них. Ну и я здесь скажу, что все, что придумывают геймдизайнеры, все, что придумывают продюсеры, либо аналитики предлагают, это все, конечно, здорово, но все изменения, ну не все, а большинство изменений проверяйте, пожалуйста, на игроках. Делайте тесты. Пусть игроки сами цифры проголосуют за то изменение, которое они хотят видеть в игре. Вот. Собственно, спасибо большое, что выслушали меня. Я надеюсь, технических проблем было минимально. Сейчас я бы ответила на ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста. Катя, спасибо за доклад. Доклад получился отлично. Первый вопрос. Правильно ли я понял, что китов определяете как просто топ-10% по платящим? Да, ну как бы для разных задач мы это делаем по-разному. Либо берем просто топ-10 за все время, либо ограничиваем каким-то промежутком времени, там, допустим, 180 дней последних берем, и уже выбираем оттуда топ-10. Да, понятно. А у вас всегда 10% получалось? То есть 10% вверх, не таки-то. Ну, мы стараемся, да. То есть у нас меняется тогда уже с течением времени у нас меняются суммы китовости. Да, понятно. Ну, просто есть два подхода, да? Первый, когда мы фиксируем проценты, второй, когда фиксируем суммы, там, допустим, тысяча долларов и выше, это кит. То есть такого подхода у вас нет. У нас просто игра-то растет, игра развивается, и то, что было год назад, уже сейчас для китов неактуально. То есть они уже выросли. Да, понятно. Окей. У тебя чатик загрузился? Нет. Меня тоже. Тогда продолжаем болтать. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, вот вы разбили на рыб ваших пользователей. Какие именно рычаги воздействия вы используете по отношению к каждому из сегментов? То есть мы на рыбах делим для того, чтобы им разные воздействия на них делать. Какие воздействия делать? Расскажи, пожалуйста. Ну вот сейчас мы готовим эксперименты по, во-первых, различной системе офферов для разных сегментов, плюс мы планируем также первый платеж для разных сегментов как-то организовать так, чтобы каждому было интересно. Какие-то неинтересно покупать оффер за полтора доллара, ему интересно что-то более дорогое, но уже что-то более полезное. Поэтому планируем вот с этим. Как мы еще взаимодействуем с китами? Мы их просто очень любим. Мы делаем для них красивую игру и делаем дополнительный контент, собственно. У меня загрузился чатик. Да, у меня тоже. Давай задам тебе два вопроса из него. Первый вопрос. RFM-применение получается только для ретаргетинга? На данный момент, ну, как бы сейчас уже работает ретаргетинг, плюс мы еще настраиваем специальные офферы для возврата в платящую активность. И следующий вопрос из чатика. Не могли бы повторить, сказать, оптимальное время и размеры платежа, а не оптимальное по какому параметру? Что именно ты оптимизируешь? Что я оптимизирую? Ну, как бы я посчитала, конкретно для наших игроков существует вот этот вот период, когда они, в принципе, платят. Вот. Ну, размер платежа, по сумме платежа тоже. То есть мы понимаем, что вот эта сумма для игроков приемлема. Но, опять же, я уже говорила, что сейчас мы будем пробовать экспериментировать для разных сегментов, разной конвертящей точки по времени и по расположению в игре, там, по квестам, по уровням, вот это вот все. И по разному наполнению и сумме платежа. Окей. Еще два вопроса из чатика. Первый вопрос, я догадываюсь о твоем ответе, но какой у вас средний чек покупки? Дей. Я угадал. Второй вопрос. Через какое время игры игрокам уже можно определить в какой-то платящий сегмент? Собственно, это вопрос, который заготовил и я. Да, то есть, да. Сколько времени вам достаточно с момента установки, чтобы понять, что вот этот игрок – кит, ну, или, там, китенок, будущий кит? Китенок. Ну, смотри, мы эмайлем сейчас не пользуемся, но уже по первой покупке мы примерно можем определить, там, типа, с точностью 70%, можно определить, что это будущий кит. Так как у кита поведение отличается от малька, ну, скорее всего, ни для кого не секрет, что киты приходят в игру, и, в принципе, они уже знают, как платить, они идут в банк и совершают свой платеж первый. Вот. А ребята, которые приходят поиграть, а потом мы им показываем оффер, они такие, ой, да, я куплю оффер. Вот. Это мальки, там, будущие, не знаю, дельфины, возможно. То есть их поведение уже на этом моменте отличается. Окей. Как часто вы рассчитываете RFM снова, каждый день, каждую неделю, актуально сейчас? Мы рассчитывали RFM один раз под определенную задачу. Как бы сейчас, ну, сейчас мы конкретно не обновляем эту таблицу, у нас есть с чем работать. Ну, возможно, там, в ближайшее время мы опять пересчитаемся, так как у нас меняется монетизационная система в игре и меняется поведение игроков. Это все очень на живую. Есть прикольная тема. То есть посчитать RFM, там, первый месяц, допустим, второй месяц, и посмотреть, кто откуда куда перешел и рассматривать не статичное положение, а именно переходы. Ну, то есть, допустим, те, кто платил раньше, но перестал платить. То есть вот киты, которые, получается, развернулись к нам хвостами и поплыли это в другую сторону. То есть тоже довольно интересно. А мы их за хвосты и обратно. Да-да-да, это можно как раз с помощью того самого ретаргинга. Окей, а вообще расскажи, пожалуйста, пока у меня снова обновляется чатик, сколько RFM-сегментов вы выделяете? Так, много. Ну, то есть мы выделяем по количеству платежей. Я рассчитывала конкретно для нашей игры. Там было уже около десятка сегментов. Далее по давности платежей там было четыре сегмента. Ну, и еще четыре – это рыба. То есть это много. Ну, да-да, нормально. Довольно удобно с этим работать, мне кажется. Ну, при этом как бы это получается более такой узкие сегменты, получается, с которыми уже конкретно знаешь, что делать в дальнейшем. Ага. Как вы рассчитываете вероятность стать китом? Как мы рассчитываем вероятность стать китом? Это… То есть это вопрос по early detecting кита, да, потому что мы его понимаем, что вот это кажется китенок. Ты сказал, что 7,70% вот эта вот вероятность, да, то есть по каким механизмам у вас стоит? Ну, то есть мы сейчас конкретных механизмов уже на раннем этапе расчета, кит это или не кит, мы не делаем. Но просто по, как я уже говорила, по первому платежу примерно знаем, что вот этот господин далеко пойдет. Ну, да-да. Хорошо. Тогда спасибо большое, Катя. Отлично поговорили про рыб.